Занятия в школах отменяют не морозы, а органы местного самоуправления. Текущая неделя началась с настоящих сибирских холодов. Столбик наружного термометра опустился почти до минус 30 градусов. Прошлая неделя своими крещенскими морозами до минус 25 градусов немного подготовила зауральцев к настоящей зимней погоде, но не школьников. Ежегодная приостановка обучения в такие зимние экстремально морозные дни осуществляется местной властью. В отделе образования городской администрации, согласно постановлению и приказу, составлена температурная шкала. Регулирующая временную приостановку обучения в разных классах при различных температурах. Решение принято об отмене занятий в массовом режиме для того, чтобы обезопасить детей от каких-либо неприятных случаев. То есть во избежание непредвиденных ситуаций. Сохранение безопасности жизни и здоровья наших детей в ответе холода. Постановлением и приказам утверждена температурная шкала. Конкретно с 1 по 2 класс, например, без ветра 27 градусов, останавливается образовательный процесс массовых школах. 1-й, 4-й, 29-й и 1-й, 11-й, например, до 34-й. Все учащиеся с 1 по 11-й. Обращаем внимание конкретно на скорость ветра. До 5 метров в секунду. Температура немножко иная, расхолоднее уже. 26 для 1-го класса, но 32 для всех оставшихся детей. Но если скорость ветра становится гораздо выше, 5 метров в секунду и более, то уже температура тоже, температурная шкала тоже меняется. Для 1-го класса, например, 25 градусов, а с 1 по 11 уже 30 градусов. Но хочется сразу сказать, что этот документ и постановление и приказ обязательны для исполнения всеми руководителями наших подведомственных образовательных организаций, включая общие образовательные, то есть школы и учреждения дополнительного образования, то есть наши станции юных техников, натуралистов, спортивная школа и дом детства и юношества. На детские сады, конечно, температурный режим не распространяется. По другим, более объективным для всех нам понятной причинам. Образовательный процесс не останавливается. Родители принимают решения самостоятельно. Но если ребенок пришел в школу, то есть родители приняли решение направить ребенка в школу, отправить, довезли до школы, ребенок уже зашел в школу, для него образовательный процесс будет выстраиваться индивидуально самим педагогическим коллективом. Отправить ребенка сразу домой однозначно нельзя. То есть его нужно, естественно, принять, дать возможность ему согреться, успокоиться и какой-то период времени, согласно индивидуального плана, провести соответствующие занятия в той форме, которая будет продумана и спланирована самим педагогическим коллективом. Либо это консультации будут, либо это групповые занятия, либо это индивидуальные. То есть в зависимости от того количества детей, которое подойдет в школу. Такие приказы есть у каждого руководителя образовательного учреждения и на сайте отдела образования. Эта информация доступна родителям. Кроме того, в отделе образования есть специалист, который отвечает за безопасность детей во время образовательного процесса. Он тесно взаимодействует с единой диспетчерской службой. То есть с утром в 6 часов утра созванивается диспетчерская служба, даем температуру, которая на сегодняшний момент в городе, и согласно температурной шкале принимаем решение, отменяем занятие или нет. Информация сразу доводится до шатринфо, так скажем, бегущая строка. То есть родители могут включить телевизор и тоже посмотреть. Потому что расхождение по температуре, да, в зависимости от разных районов города, может быть различным. Но принять решение родители имеют полное право на основании, еще раз повторю, той температуры, которая у них за бортом, за окном на их термометре, да, и согласно той информации, официальной информации, которую мы предоставляем, средства мостовой информации. Не увидев информацию по телевидению, каждый родитель вправе позвонить 6-22-01 в единую диспетчерскую службу и узнать подробности об отмене занятий в ней. Решение о приостановлении обучения отдел образования обязательно передает диспетчеру.